Привет всем! На просторах интернета нашел один интересный рецепт универсальной водостойкой поклевки. И сейчас попробуем повторить из того, что было. Возможно, немного просроченных продуктов, но тем не менее попробую. Небольшое количество бензина, я думаю, около 100 грамм. Обычно силиконовый герметик. Нужно, так сказать, смешать. Теперь нужно это все размешать, чтобы герметик растворился. У меня для этого дела есть специальный миксер. Сейчас попробуем смешать. У нас получается вот такая густая желеобразная масса. Силикон растворился в бензине и стал единым целым. Теперь нам нужно добавить небольшое количество гипса. гипса, либо что-то подобного. Так как мы же все-таки делаем шпатлевку, я добавлю гипс. К сожалению, гипс у меня просроченный. Поэтому посмотрим на его поведение. Естественно, в процессе нужно смотреть, добавить еще или нет. Так как сейчас немного жидковато, поэтому я добавлю еще немного. Ну, как и сказал, получилась вот такая вот густейшая сметана. Сейчас мы попробуем, как это будет работать. А именно меня интересуют, так сказать, водоотталкивающие функции, именно шпатлевки. Чтобы, к примеру, делая садовую мебель, я мог зашпаклевать ей какие-то моменты, и эта шпатлевка не развалилась бы на улице под дождем. Потому что обычная шпатлевка по дереву, к сожалению, теряет свои свойства под осадками и солнцем. Как вот нашел вчера, я же говорю, рецепт этот в ютубе, вроде как товарищ хвалил. Поэтому сейчас попробуем, нанесем небольшой слой, оставим подсыхать, а потом просто польем водой, либо еще что-то посмотрим. Возьмем так, довольно жирненько, и просто размажем. Конечно, понимаю, что огромный слой, но по большей степени мне сейчас она не особо нужна, поэтому девать мне ее побольше, факт, некуда. Там еще какая-то тема была, можно было добавить битум, впоследствии еще в эту смесь. Но, к сожалению, битума у меня нет, а там что-то с битумом можно даже чуть ли не крыши ремонтировать. Оставим, дадим засохнуть и уже потом посмотрим. А это пока закроем крышкой, я надеюсь, что может быть не высохнет, может быть бензин не даст быстро засохнуть, не испаряясь. Ну, конечно, воняет эта вещь жутко на самом деле сейчас, но в дальнейшем, якобы автор данного рецепта говорил, что в дальнейшем очень быстро улетучиваются все пары как силикона, так и бензина. Я думаю, вы догадывались, что силикон жутко пахнет уксусом, ну и плюс бензин. Запахи тут еще те. Я думаю, что силикон жутко пахнет уксусом, ну и плюс бензин. Как мы видим, вода не задерживается на поверхности, она полностью спадает как с масляной поверхности. Естественно, это из-за того, что силикон в составе и бензин, это понятно. Единственное, есть неприятный запах, естественно, бензина. Но я думаю, что все-таки на воздухе он выветривается гораздо быстрее, потому что пахнет уже не так, как свежий. И смесь все-таки эластичная. То есть, при том, что дерево, если будет рвать, смесь как бы будет подвергаться деформации. Но опять же, это я замесил с гипсом. Гипс сам по себе довольно легко разрушаемый, так сказать. Если эту смесь замешать, к примеру, с саливастром, либо с каким-нибудь цементом, возможно, все будет иначе. Либо же непосредственно прям со шпаклевкой по дереву еще будет все выглядеть в другом. Поэтому, как вариант, на пробу. Напишите, что думаете. Поставьте обязательно лайк или дизлайк. Спасибо большое. Счастливо.